Кресло под Дарином Киртуакой может зашататься. Муниципальные советники призовут на помощь Европейский суд по правам человека. Новые замыслы, новые песни. Певица Наталья Гордиенко готовит для своих поклонников музыкальный сюрприз. В хоккей играют настоящие бельчане. В северной столице Молдовы открылась ледовая площадка. Президент Молдовы остается тверд в своем намерении отменить закон, перекладывающий украденный миллиард на плечи граждан. Три профильных парламентских комиссий уже дали положительный отзыв на его законодательную инициативу. Игорь Дадон призывает остальных депутатов также поддержать законопроект. Об этом глава государства написал на своей странице в соцсети. Первое заседание Высшего Совета Безопасности будет иметь лишь одну тему повестки дня. Хищение миллиарда из банковской системы Республики Молдова. Я повторяю, украденный миллиард должны возвратить все те, кто участвовал в этой краже, те, кто знал о готовящемся мошенничестве, но скрыл его. Эти люди должны по всей строгости ответить перед законом, а у многих из них имущество должно быть конфисковано в пользу государства и граждан. Мнение президента не разделяют представители других ветвей власти. Так, после совместного заседания парламента и правительства, спикер Андриан Канду заявил, что закон уже принят и начал действовать, добавив, что эта тема не может более подниматься. По его словам, определенные суммы из Банка Диэкономии возвращены и поступят на счета Нацбанка. Премьер Павел Филипп считает, что инициатива Дадона противоречит кодексу о выборах и что невозможно выносить на референдум вопросы, касающиеся финансов. Да, я согласен послушать критику и участвовать в дискуссиях о том, кто виновен в банковской краже, как вернуть эти деньги, как это произошло, кто виноват в этом. Мы должны обсуждать возможность возвращения этих денег. Но я категорически против отмены этого закона и считаю, что это исключительно популизм, когда речь заходит об этом законе. По словам Филиппа, если бы не был принят этот закон, то у Молдовы не было бы и внешнего финансирования. Между тем, президент сообщил, что сейчас внимательно изучает все документы, касающиеся кражи века и с нетерпением ждет отчета КРОЛ-2, чтобы увидеть, куда на самом деле попал этот миллиард. Отметим, что к концу февраля представители компании, которые занимаются расследованием, намерены представить стратегию действий для возможного возврата похищенных сумм. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Австрий Себастьян Курц, прибыл в Молдову с двухдневным рабочим визитом. В программе визита зарубежного дипломата встречи с премьер-министром Павлом Филиппом, главой молдавского МИДа Андреем Галбором и вице-премьером по вопросу реинтеграции Георгием Баланом, а также с президентом страны Игорем Дадоном. Основные темы для обсуждения связаны с продвижением процесса по урегулированию Приднестровского конфликта, а также с некоторыми вопросами молдо-австрийских двусторонних отношений. Себастьян Курц также приглашен на церемонию официального открытия посольства Австрии в Молдове. 4 февраля председатель ОБСЕ совершит в Тирасполь. Дарин Киртуаков в кресле градоначальника не дает покоя социалистам. Они собираются обратиться в Европейский суд по правам человека и оспорить решение апелляционной палаты Бельц, вынесенное еще в сентябре прошлого года. Инстанция тогда отменила постановление суда столичного сектора Центр о регистрации инициативной группы по организации референдума об отставке мэра. Но советники социалисты намерены идти до конца. Нам отказали в организации референдума по отставке Дарина Киртуака. Мы доведем это дело до конца. Прямо сейчас мы готовим письмо ВСПЧ, чтобы опротестовать этот отказ. Это право граждан, и ни одна коррумпированная судебная инстанция в сообщенчестве с мэрией не вправе украсть это право. Рано или поздно Дарин Киртуака освободит кресло градоначальника. Для этого нужно выработать стратегию и понять, почему предыдущие попытки организовать референдум успехом не увенчались, считают советники от Народной Европейской партии. Перед тем, как решиться идти дальше с идеей отзыва генерального премара, мне кажется, что надо сделать анализ того, что произошло в прошлом году. Что было сделано хорошо, где были допущены ошибки, почему в конце концов та иначальная идея организации референдума не прошла. Может лучше сесть и проанализировать нынешние ситуации, нынешние возможности. Во-первых, искать голоса в Монсовете. Искать голоса в Монсовете уже пытались. В сентябре фракция народных европейцев вместе с социалистами и нашей партией инициировали голосование по вопросу проведения референдума, но попытка провалилась. Либералы заседание бойкотировали, а присутствующим местным избранникам не хватило двух голосов из необходимых 34-х. Народные европейцы готовы продолжить начатое. Мы в своей фракции, в Народноевропейской партии, обязательно это обсудим, сделаем этот анализ и уже предложим определенные наши идеи и коллегам из разных других фракций, которые того же мнения по конкретному этому предмету. В пресс-службе мэрии тему референдума по отставке Дарина Киртуака комментировать отказались. В отличие от своего предшественника, нынешний глава государства предпочитает работать, не сидя в кабинете. Так, сегодня Игорь Дадон посетил Бричанский район, где встретился с местными властями, представителями бизнес-среды и с простыми гражданами. А уже в понедельник он отправится с официальным визитом в Брюссель. В столице Евросоюза президент Молдовы встретится с руководством Европейской комиссии, Совета Европы, НАТО и другими высокопоставленными чиновниками. На встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом Дадон планирует озвучить свою позицию о том, что в Кишиневе не должно быть офиса НАТО, поскольку Молдова нейтральная страна. Президент также намерен говорить с представителями Евросоюза о тех рисках и минусах, которые принесло Молдове подписание соглашения с ЕС. Визит продлится с 6 по 8 февраля. Государственная канцелярия отказала нашей партии в аренде Дворца Республики, где предполагалось провести Республиканский партийный конгресс. Заявление с просьбой предоставить под это мероприятие главный зал Дворца было подано еще месяц назад, однако выяснилось, что именно 26 февраля здесь будут проводиться профилактические работы. Ваша просьба не может быть удовлетворена по причине того, что в период с 25 по 26 февраля 2017 года во Дворце Республики запланированы проверка и тестирование электрического, механического, санитарного и вентиляционного оборудования. Говорится в ответном письме. Представители формирования Рената Усатова расценивают отказ как попытку надавить на них. Мы не требовали отдельных условий и преференций, подчеркнул вице-председатель нашей партии Николай Цепович. Это же не задаром, это все, мы готовы были оплатить и монтаж оборудования, и демонтаж, и то проведение конгресса, сколько там, 2-3 часа времени. Есть для всех стабильный тариф часовой, поэтому мы готовы были оплатить, готовы были. Сорвать конгресс властям не удастся, заявили в нашей партии. Он состоится в любом случае. Мы ищем помещение, ничего не нашли, но у нас есть практика того, что мы даже можем провести конгресс под открытым небом, но это будет либо на центральной площади, либо еще где-то в другом месте. Мы надеемся, что все-таки есть нормальные люди, нормальные организации, которые нам позволят где-то провести данный наш конгресс, который запланирован на 26 февраля. В партийном форуме примут участие более 800 делегатов. Последний конгресс нашей партии состоялся в феврале 2015 года. Высшая судебная палата отказалась рассматривать иск Трояна Басецку против Игоря Дадона. Бывший глава румынского государства оспорил на прошлой неделе решение Дадона лишить его молдавского гражданства. Судьи посчитали, что это не входит в их компетенцию и отправили дело в суд первой инстанции. Адвокат экс-президента Андрей Бивол считает это решение необоснованным. Заинтриговала своих поклонников известная эстрадная певица Наталья Гордиенко. На своей странице в фейсбук она опубликовала лирические стихи, дав понять, что они вполне могут стать текстом новой песни. Теперь почитатели ее творчества ждут, что Наталья Гордиенко готовит очередной музыкальный сюрприз. Предположительно, новая песня будет называться «Кея» – «Ключ». Слова к ней написала молодая талантливая поэтесса и исполнительница Ирина Римеш, творчество которой популярно как в Молдове, так и в Румынии. Наталья часто поет дуэтом с известными исполнителями, причем не только отечественными, но и зарубежными. В их числе россиянин Иракли, а также популярный певец Мохомби, вместе с которым молдавская исполнительница сняла свой последний клип в прошлом году. Впервые за долгое время в Кишиневе прошла кинопремьера. «Афачире ест. Восточный бизнес» – так называется фильм молдавского режиссера Игоря Кобулянского. Лента снята совместно с литовскими и румынскими кинематографистами. Международная премьера восточного бизнеса уже состоялась в Таллине в рамках фестиваля Black Nights Film Festival. Там фильм получил две награды. Приза за лучший сценарию достался Игорь Кобулянский, а Ион Сабдару и Константин Пушкашу разделили звание лучших актеров. Фильм также был отобран на несколько зарубежных кинофестивалей. Комедию молдавского режиссера оценило и американское издание The Hollywood Reporter, назвав ее веселой и увлекательной. Теперь убедиться в этом смогут и молдавские зрители. С 3 февраля в кинотеатрах страны начался широкий показ нового фильма. Жители столицы, у которых есть долги перед АП-канал Кишинео, могут остаться без воды. Отключение является единственным эффективным способом заставить неплательщика выполнить перед ним свои обязательства, отмечает поставщик. Чтобы избежать этой крайней меры, АП-канал Кишинео сначала отправляет должникам серию предупреждений, а если уведомление уже пришло, то на возможность расплатиться им дается еще пять дней. Долги потребителей перед поставщиком воды за 2016 год составляют более 20 миллионов леев. Большинство долгов – это разница между счетчиками и потерями внутри жилых домов. МИД России, Министерство образования и науки и Россотрудничества объявляют прием на обучение в российские вузы в 2017-2018 учебном году на бюджетной основе. Это касается иностранных граждан, элит без гражданства и российских соотечественников, проживающих за рубежом. Конкурс проходит в два этапа. Первый включает в себя отбор желающих обучаться в России. На втором этапе к процессу подключаются сами вузы. Для участия в отборочной кампании абитуриент должен подробно ознакомиться с рядом документов. Их список, а также контактный телефон есть на сайте Министерства просвещения Приднестровья. Каждый пятый гражданин Молдовы находится за рубежом. Таковы данные рейтинга стран с самым высоким уровнем миграции населения, составленного Daily Mail на основе данных за 2015 год. Молдова в нем занимает шестое место. Почти 30% наших соотечественников покинули страну. На первом месте Босния и Герцеговина. Второе место заняла Албания. Третье – Македония. За ней следуют Португалия и Черногория. Румыния в этом списке занимает десятое место. На территории Бельского конного клуба катаются не только на лошадях, но и гоняют шайбу. Поле для игры в хоккей благоустроил директор клуба Александр Тучак – заядлый поклонник этого вида спорта. Зимой вместе с друзьями он играет в хоккей на городском озере, но в этом году лед был тонким. Именно так и родилась идея благоустроить специальную площадку. Теперь глава конного клуба надеется, что при поддержке мэрии в Бельцах можно организовать чемпионат по хоккею, который даст толчок развитию в городе этого вида спорта.